Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, вторая часть посылочки, которую я купил как нерабочую, не посылочки, а пакетика, извините. Давайте я уже буду высыпать и будем смотреть, разбираться, что у нас осталось в этом. О, вижу Нокии, опять Арго, Семен Семенович. Ну, вот такие вот телефоны во второй части. Так, ну что, давайте начнем с китайозей. Телефон Бабкофон Номи. Батарея, скорее всего, как на Нокии. Две симки. Ну, стоп, аду, а что он не работает. Тун-тур-тун. Тун-тур-тун. Ой, он включился. А дисплей черный. Значит, обрыв шлифа. Как мы слышим, пикает, шмикает. И больше никаких действий. Видно, поломана вот эта открывашка. Скорее всего, дернули или что-то. Хотя крышка держится нормально. Ну, я бы не удивился, если вот эти вот китайские шлифа работали нормально. Китайцы бы уже разорились. А так они шлепывают миллиардами эти телефоны. Мы их покупаем, выкидываем, плюемся и опять покупаем. Первый телефон не в копилку. Так, этот телефон, скорее всего, битый. Смотрите, ребята, какое состояние дисплея. Кто-то по нему хренячил. Или ручка, или отвертка. Все побито. Скорее всего, он не рабочий. Потому что я уже так понимаю, что это просто музейный экспонат, будем говорить. Просто будет валяться где-то в закромах, пока его не сдам на Афинаш. Нашел уже, что можно сдать на Афинаш, но это невыгодно. Ну, такого плана телефоны можно будет подсдавать. Хотя, я думаю, драг металлов тут ноль. Ой, ребят, оно включилось. А, ну, вот оно, то, что я вам говорил, видите. Битый дисплей. Смотрите. Все покоцано-пошмоцано. Не знаю, зачем было бить. Ну, у кого-то, наверное, плохие нервы. Или, знаете, не доставайся ты никому. Ну, скорее всего, так и было. Потому что под капотом, смотрите, две симки. Все в нормальном состоянии. Но аккумуляторная батарея здесь, конечно, бомба. Я так представляю, огромная. Зачем такие делать? Хотя этот телефон не пауэрбанк. Иногда китайцы рассказывают, что телефон пауэрбанк. Хотя там кусок вот так металла. Маленькая аккумуляторка. По тяжи берешь ее в руку, она тяжелая. А по факту она ноль. Но если один раз зарядить телефон, то вы своим телефоном пользоваться не сможете. Так, следующий. Кто у нас? Телефон Nokia. Вот таких у меня уже, наверное, штук семь. Ну, наверное, когда-то соберу. Один из семи. Так, будем сейчас смотреть, что у него. Тоже неудобно. Вот так придумали, как вот его открыть. Аккумулятор тоже огромный. Двухсимочник. Насколько я понимаю. Давайте смотреть, что у него. Или прошивка. Или еще что-нибудь. Клавиши нажимаются мягенько. А в ответ... Ага, белый дисплей. И по дисплею трещины. Ребята, он включился. Значит, у меня есть донор. На днях я перебирал. Нашел эти телефоны. Сложил их все отдельно. У меня насобиралась целая коробка Семенцев. Если хотите, запилю видос. Будет называться целым. Там реально штук, наверное, 70 телефонов Семенов. Если интересно, напишите. Я вам покажу огромную эту коробку. Один мне вчера написал. Зачем ты собираешь эти телефоны? Кому они нужны? Ты больной на голову человек. Ну, если я больной, а вы смотрите меня. Значит, мы все, ребята, больные на моем канале. Если у кого-то есть возможность помочь денежкой. Карточка в описании есть. Почему? Для того, чтобы покупать телефоны. Потому что есть некоторые позиции. Можно купить для видео. Но нужны денежки. Так. Короче говоря, тут одно битье. Видите, тут тоже битый дисплей. Не помню. Тут, по-моему, тоже меняется дисплей. Надо будет посмотреть. У меня эти телефоны есть. Несколько штук. Надо будет посмотреть. И тоже из трех собрать один. Потому что все основное ценное у меня сгорело с квартирой. Тут я выкидывал какие доноры. Ну, не знаю. Может, что-то подберу. Короче говоря. Битье. Битье. Порван шлейф. Битье. Так, смотрим. Еще какая-то Nokia. Крышка поломана напополам. Так. Да, потому что они неудачно открывались. Поэтому кто-то так дернул. И крышечка напополам щелкнула. Так. Будем посмотреть, как говорят в Одессе. Всем привет. Мира и добра, ребятки. Так. Включаем. Вау. Ну, может, один будет работать. И то. Услышали звук Nokia. Так. Отлично. Включился. Сейчас я гляну, что это за модель, ребят. Если кто-то быстрее меня напишет, напишите в комментах. Так, ребятки. Называется данная модель Nokia 101. Версия RMO 1133. И она называется или Nokia 1133, там сзади пишется. Так она называется Nokia 105. Все работает. Центральная клавиша, кстати, работает. Это радует. Настройка сигналов. Мелодия. SIM 1. Работает. Отлично, ребятки. Так, звездочка, решетка 92702689. Решетка. Не работает. Напишите мне в комментах, работает ли данная комбинация на данных телефонах. Или только мне кто-то писал из подписчиков. О, кстати, на две симки не увидел. Что она будет работать, эта комбинация, только когда вставишь сим-карту. Если это так, то проверим в следующий раз. Так. Дальше. Кто это? Так. Здесь кто-то пробовал заменить тачскрин. Вот видите вывода. Ну, скорее всего, опять же, если он включится, то он... Ух ты. Состояние ужаснейшее. Если он включится, то, скорее всего, дисплей у нас будет нерабочий. Так. Что-то прошипело. Появился надпись Nokia. Эч. Эч. Открылась. Все. И дальше ничего. Ага. Принять, отклонить. Ага. Не принять, не отклонить. Это можем только выключить. Лифт работает очень плохо. Кнопки. Ну, вот тоже говорю. Ну, вот, например, у вас отказал дисплей. Ну, придумайте какие-то две кнопки дополнительные, да? Чтобы можно было зайти и пользоваться телефоном. Нет, зачем? Все, поломал, неси в мастерскую. Моразм. Честно, ребят. Вот это, честно, меня вот эти модели бесят. Они полностью ненужные. Так. Дальше. Дальше было раньше. Samsung 1150. По-моему, так он называется. У меня их в свое время было много. Их любили покупать дамы. С Амстердамы. Нет, ребят, он не работает. Скорее всего, или шлейф, или плата. Может, вода где-то. Потому что я не знаю, где они хранились. Видно, что некоторые, помните, в первой части телефон был сырой. Может, они хранились где-то в гараже, в сарае, не знаю. Но факт тот, что нерабочие. Так. Дальше. Давайте пока самсунговская батарейка. Еще один смасунг. Пробуем его запустить. В этих иногда окисляются контакты. Зачем ты тыкаешь на кнопку 10 раз? Ты что, не уравновешенный? Нет, ребят, я уравновешенный. Иногда вот так вот тыканием я пробую включить. Зажми и держи. Ну, зажал, держу. Ноль. Попробуем потыкать, пошмыкать. Ноль. Уходит в копилочку. Так, следующий. Телефон смасунг. На две сим-карты кусок выломан корпуса. Пробуем, не знаю. А из этого рая у вас не выйдет. Ничего. Ох ты, на две карты. Это тебе, говорит, не мелочь по карманам тырить. Пробуем. Зажимаем. А в ответ тишина. Баба Лиза скушена. Рассвела в полях морковь. А это песня про любовь. Нет, ребятки, ноль. Не хочет. Попробуем еще раз передернуть. Знаете, мне нравится это слово передернуть. Два смысла, да? Где можно передернуть. Ну, передернули батарею. Получили кайф. Не работает. Дальше. Семен Семенович. А-70 в убитившем состоянии. Кстати, где-то у меня на них были корпуса. И вот опять же, видите, он весь в земле, в грязи. Кстати, я нашел аккумуляторку. Кстати, я ее зарядил. Нашел блок питания. Поэтому будем пробовать проверять. То, что я вам... О, ребята. Живее всех живых. Надо было просто поддержать. Поэтому, короче, разбираю. Бутылочка со спиртом есть. Будем пробовать. Меню. Часы, будильник. Красивая, да? Подсветка оранжевая. Еще яркая такая. Калькулятор. И все. Часы, калькулятор. Больше ничего нет. Да. Будильник. А что по менюшке нельзя пошариться? Ребят. Ну, вы как-то не актуальны. Ладно. Выключаем. Лапки, лапки. Пошли домой. Ну, что, ребята. И то радует, что он включился. Так. Следующий. Кто ты у нас? ЛДжей. Не, ребятки. А вот на ЛДжея у меня ничего нет. Не зарядных. Хо. А валанжевская батарейка. Помните, в каком-то из предыдущих видео я вам говорил, что была одна батарея вот на такую распиновку. Ну, а теперь надо будет достать зарядник. И попробовать зарядить, проверить тот телефон. Так. Ребята, кто знает название, пишите в комментариях. Вы все молодцы. Помогаете мне. Так. Ну, вот. Этот остается под вопросом. Есть еще вот такая. Тоже 105-ая, что ли? Вроде да. А нет. Этот на одну симку. А этот на две симки. Так. А ну, пробуем, ребят. Кто это у нас и что это у нас. Ага. Проверил я. Понятно. Включается и дальше никаких неприветствий, ничего. Ладно. Ребят, напишите, как называется. Потому что мое еще. Я заказал лупу с ручкой. Сзади еще подсветка. Короче, блатная будет у меня для того, чтобы смотреть. Так. Ну, и на закусняк я оставил вот такой. В хорошем, кстати, сохране. С 755. Не знаю, что он включится, не включится. Так. Давайте смотреть. А то я балдею, балдею. Пробуем. О, а у этого вообще отвратительная подсветка. И вот, ребят, объясните, с чем это связано. Меню часы, будильник, калькулятор. Игры есть. Смарт-атак. Если поменять дисплей, как вы думаете, улучшится яркость? Я знаю, что в некоторых семенцах регулируется яркость. Да, это дядька бегает, коробки двигает. Понял. Отлично. Надо будет посмотреть, взять донора. И позапилить вам штуки 2-3 видоса по реставрации. Но они в свое время заходили тяжело. Поэтому, если вы наберете побольше комментариев, пишите в комментах. Реставрация А55. Реставрация А55. Тогда я вам отреставрирую. Чем больше вы лайкосов, не лайкосов и комментариев соберете, тем я быстрее вам отреставрирую. Обещаю. Я Семенова нашел, я же вам говорю, штук 70. И, кстати, если хотите видео, пишите. Второе. Если есть возможность, повторюсь еще раз, чтобы вас не раздражать. Карточки внизу закреплены. Если у кого-то есть лишняя денежка, я понимаю, что все сейчас тяжело живут. Но если есть какая-то лишняя копейка, можете помочь. Опять же, это для того, чтобы купить телефоны, чтобы мы были с вами на связи. Ставим пальчики вверх. Подписываемся на мой канал. До Нового Года остался месяц. Там и одна неделька. Так что ждем новых видосиков. Всем пока-пока. С вами был Мистер Гуд Мобайл.